Блин, ну я не знаю, кто её деть, не вижу же ничего, пиздец, так, 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 смотрите, так, погнали. Друзья, привет, с вами канал Будь в фокусе, меня зовут Стахов Юрий, и сегодня будем говорить про фотокниги. У нас сегодня анпакинг фотокниг, к нам приехали книжки. И мы сегодня будем разбираться с ними, распакуем вам книжечки с этой полиграфии, расскажем про книжечки, давайте разбираться, зачем вообще фотографу фотокниги. Дай ножницы, только не надо бросать. Так, погнали, распаковываем нашу книжечку. Она, как вы поняли, не одна, сейчас расскажу, почему не одна. Их здесь целых три. Если полиграфия классная, она вам их кайфово упаковывает. Не обязательно это должно быть красиво, но важно, чтобы она не намокла, не разбилась в нашей замечательной системе доставок, которую вы все знаете. И видите, она даже упакована в светоотражающую бумагу, в которую упаковывается фотобумага, чтобы не повредиться и не промокнуть. Так, как это распаковывается? Ага, вот. Сейчас, друзья. Так, сейчас я вам покажу две фотокнижки. Отлично. Смотрите, они между собой проложены... А то, что ты открываешь, ничего страшного? Так, смотрите, они между собой проложены тоже бумажечкой, для того, чтобы не мять саму обложку. И сейчас вам расскажу про две... А, надо же еще одну распаковать. Так, бумажечка, книжечка. Ну, давайте разбираться. Вот книга замечательных ребят из Киева, которым я снимал свадьбу в сентябре. Она получилась очень толстая. Обратите внимание, насколько круто она тоже еще упакована в клеенку, чтобы тоже ничего не промокло, ничего не подцарапалось. И сразу покажу вам свою фишечку. Я делаю вот здесь логотип на книгах, тиснение. Смотрится очень круто, особенно если это Курзам. Получается очень эффектно. В итоге получаем вот такую обложечку, вот такую книгу. И давайте теперь ее будем распаковывать. Всегда очень волнительный процесс. Вообще, если вы ни разу не делали фотокниги и делаете свою первую, запомните свои ощущения от распаковки. Потому что для фотографа это настоящее признание себя, во-первых, как фотографа, во-вторых, реализация себя. Эмоции потрясающие. Когда вы видите свои фотографии напечатанные, большие, вы видите, так сказать, результат своего труда. Это непередаваемые эмоции. Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? И уверен, что если вы хоть раз сделали фотокнигу, вы со мной согласитесь. Напишите в комментах, делаете фотокниги или нет. Если не делаете, то почему. В ближайшее время у нас стартанет наш курс по фотокнигам, мой авторский курс, где я буду рассказывать о том, как делать фотокниги, как на них зарабатывать, как продавать фотокниги, в каких полиграфиях делать, в каких программах делать, чтобы вы полностью могли разобраться в этом процессе. Блин, смотрится потрясающе. Пахнет полиграфической чуть-чуть краской, потому что было упаковано, но смотрится вообще очень круто. Это реально кайфово. Очень круто брать у ребят пригласительные. Очень круто брать у ребят пригласительные и делать вставочку на первой странице из их пригласительных. Тащите эту фишку, забирайте себе. Если вам полезно, поставьте 5 в комментах. Почему? Потому что тогда у ребят вся свадьба смотрится в одном стиле. У них были пригласительные. В этом же стиле сделан весь декор. И в итоге они получают книгу в этом же стиле. Это фантастика. Реально смотрится очень круто. Дальше пролистаю вам фотокнигу. Я печатаю фотокниги на шелке. Покажу вам классическую сборку фотокниги. Сначала идут сборы жениха. Потом идут сборы невесты. Портреты невесты с мамой. Сборы невесты с родными и близкими. Еще портрет невесты. Опять невеста. Здесь уже встреча и репортаж. Потом фотосессия общая со свидетелями. Портреты ребят. Фотосессия в отеле. Все это проходило в Киеве. Не помню, как называется отель. Но прикольный отель в Киеве. Мне понравилось там снимать. Портреты ребят. Еще съемка ребят. Съемка ребят и репортажка. Вот это ребятам очень понравилась фотография. И, кстати, в этой книге было очень круто, что ребятам понравились те снимки, которые понравились мне. То есть они выбирали те фотографии, которые для меня были тоже ценными. Это когда возникает коннект с парой, получается очень круто. Тогда очень просто сделать верстку, потому что ты понимаешь ребят, ребята понимают тебя. И в итоге получается продукт, которому все рады и все хотели получить. Потому что для меня это настоящий результат моей работы. Я вообще тащусь от того, когда я делаю книги. И прикиньте, меня не будет, а книга будет у ребят. Это очень клевое ощущение. Очень мне нравится переход, когда мы делаем от прогулки к банкету. Когда я рассказываю историю в книге, как ребята выходили на банкет, декор какой-то с банкета. Потом идет у нас церемония с атмосферными кадрами. Идет еще раз церемония, церемония. Здесь была очень длинная, клевая церемония. Не видел еще ни разу такой романтичной церемонии на 40 минут, когда не просто гей-гей-гей поженились. Действительно было много эмоций. Слова давались жениху, невесте, знакомым. Это было очень круто. Элемент из прогулки. И мы переходим на банкет. Здесь у нас пошли уже атмосфера, созданная самим банкетом. Первый танец, который проходил. Еще раз эмоции с первого танца, который важен для ребят. Потом фотосессия с огоньками и декором непосредственно банкета. Это репортаж с банкета, танцы, фотосессия после банкета. И вот это вот тоже одна из моих любимых фотографий. Очень клево печатать фотографии на весь разворот. Тогда клиенты понимают качество фотографии размером 30 на 60. И ничего не отвлекает. Потому что книга получается атмосферной, большой. В чем прикол бумаги шелк? В том, что она не очень оставляет следы. То есть на матовой книге уже бы оставалось большое количество следов. Двигаемся дальше. Еще фотосессия на гольф-клубе в Киеве, когда включили свет на поле. И это дало нам потрясающие ощущения света. И мы могли сделать крутые кадры. Переходим немного к торту. Свадебный торт. Букет подвязка, эмоции. И, собственно, какой-то репортаж еще с банкета эмоциональной для ребят. Фотосессии с гостями. Букет подвязка. Эмоции семейного очага и снятия фоты. Семейный очаг. И, собственно, завершаем книгу. Логотипов своих я нигде в книге не ставил, потому что в конце есть четко мое клише. Получилась вот такая крутая книга. Если вам нравится, тоже дайте знать в комментах. Эта книга отправляется ребятам в одном экземпляре. Также у нас есть еще две книжечки. Давайте с ними разбираться. Есть такая же маленькая. Это называется мини-бук. Это книга для родственников. Она выполнена в белом кожзаме. Это более бюджетный вариант, чем вот такой вариант, когда это выполнено уже в коже коньяк. В дорогущей коже. Разница в книге где-то в два раза. То есть это делается для родственников. Там брату, сестре, маме, бабушке. А это делается уже непосредственно для молодоженов. Давайте откроем для молодоженов. Мини-бук не будем открывать. Он отличается только обложкой. Также обратите внимание, что я предлагал молодоженам обложку. Здесь я предложил вариант под коричневую обложку. Выбрать вот эту фотографию. Потому что оттенок кожи, оттенок галстука. И вообще интерьер, который здесь был, очень хорошо пересекается с коричневым цветом. Распакуем эту книжку. У нас же анпакинг. В данной книге ребята захотели сделать вот такие вентиля. У всех свой вкус. На белой книге я не делал такой штуки. Она здесь не смотрится. На коричневой коже я предложил ребятам сделать вот такой корешок. И многим это нравится. Кому-то нравится, кому-то нет. У кого-то более классический взгляд на книги. У кого-то более консервативный. У кого-то более модерновый. Я подстраиваюсь уже под клиентов. И под белый кожзам подходила зима. Потому что свадьба была зимой. И ребята хотели зиму. Поэтому здесь платье и снег пересекаются с белым кожзамом. Поэтому я предложил другую обложку. Это очень важно для стильного оформления ваших книг. И можем теперь двигаться и просмотреть эту книгу. Здесь не было пригласительных. Поэтому я просто взял дату свадьбы. И имена ребят поставил на заставку книги. Опять же начинаем со сборов. Я не меняю свой стиль. Мои книги выполнены в одном стиле. Тогда клиент понимает, чего от меня ожидать. Если он заказывает у меня книгу, он понимает, какая она будет. Портреты невесты. Портреты невесты. Сейчас будут еще портреты невесты. Сейчас должна пойти встреча жениха. После этого тоже немного жениха и эмоций невесты. Групповая фотосессия. Немножко невесты в интерьере. Портрет обязательно жениха. Чтобы у нас не была книга только про невесту. Фотосессия ребят в отеле в Харькове. После этого фотосессия, видите, на природе. Сама невеста. Невеста с женихом. После этого фотосессия уже в гольф-клубе. Очень люблю Харьковский гольф-клуб. Он очень красивый по интерьеру. Я рекомендую всем снимать свадьбы именно там. Атмосферные фотографии. Видите, тоже фотография на весь разворот смотрится очень завораживающе. Интересно. Силуэтная фотосессия. Интерьерная фотосессия. Интерьерная фотосессия. Очень важно показать платье невесты в этих снимках. Портреты невесты. Невеста с женихом. И сейчас будем переходить уже к церемонии. Еще портреты. И после этого немножко гостей и друзей. И после этого какая-то динамика, движение. И двигаемся на церемонию. Началась наша церемония. Это была как раз съемка до первого танца. Когда у ребят была камерная свадьба. Вот это все гости, которые были. Они для себя сделали мероприятие. Банкет я особо не снимал. Снял первые тосты и поехал дальше. И тоже в конце я ничего не делал. Потому что данная книга тоже выполнена стеснением. В данной полиграфии это возможно. В которой я печатал в этот раз. Получается тоже можно делать стеснение. Маленькая книга точно с таким же количеством разворотов. Точно с такой же внутренностью. Только меньше размером и другая обложка. Зачем вообще делать в целом фотографу фотокниги? Это очень круто продает вас как фотографа. Продает ваши работы, когда вы спите. Потому что люди могут показывать ваши работы знакомым, друзьям. Это очень крутой инструмент сарафанного радио. А также клевая история, которую вы рассказываете в 50 фотографиях, в 100 фотографиях, собранных со всего мероприятия. Также это крутой способ дополнительного дохода для фотографа. Я вам скажу, что книги могут давать вам до 50% дохода от ваших съемок в год. То есть если вы заработали на съемках 100% денег в год, то книги вам могут дать еще минимум 50-100. Если вы не делаете книгу, вы теряете очень много инструментов для вашего продвижения как фотографа в качестве сарафанного радио. Теряете инфоповод для того, чтобы запостить что-то в сети. А также теряете большое количество денег. Если это видео вдохновило вас, вам понравилось то, что я рассказал. И вы захотели сделать свою фотокнигу, но вы этого еще не умеете. Прямо под этим видео можете найти мой авторский курс по изготовлению фотокниг. А также вот здесь справа вверху не забывайте квасать на кнопочку, в которой можно посмотреть другие ролики по этой же теме. Если видео было полезно, поставьте лайк. Не полезно, поставьте дизлайк, либо что-то не понравилось. Пишите ваши комменты, задавайте вопросы и я на все отвечу. До встречи в новых видосах. Пока.